Приехали. Это мои коллеги. Академия Крымский, директор Центра Анахимичного Компания. Георгий Крымский, директор Центра Анахимичного Компания. 700 вне бюджетников. Бюджет стоит на 2 тысячи. Здесь находится в ракуре, которая расскажет. Вот это установка, которая была включена в госпремия. Это, конечно, не установка Мегасайенс, которую нужно создавать многими государствами в больших центрах. Это установка, стоимость ее примерно 35 миллионов долларов. Заметная то, что здесь деньги. Здесь мы примерно половину получили по оборонной программе в 90-х годах, еще в советское время. Эти деньги мы заработали на поставке оборудования. Давайте мы будем просто идти, но времени стоять нам некогда. Вот здесь вы видите, скажем, штукные резонаторы. Объясните мне, я сейчас сделаю. Они разработаны у нас здесь. Здесь, детали объяснять сложно. Здесь есть инжектор, который там стоит. Ну, пожалуйста, и голову берегите. Она еще, да. Да, это еще. Ну, вот дальше мы не пойдем. Вот это самое начало, вот синий бах. Там стоит электронная пушка. В итоге ее собирали установку. Мы в 99-м году начали, да? Ну, мы этот зал стали осваивать в 99-м году. Дубинитарии объяснять сложно. Ну, даже физикам. Потому что устройства, которые здесь расположены, и делались для этого. Все, что делает институт, ну, не может быть сделано здесь. Нет, по-моему, все это спроектировано, сделано у нас. Но все, что делает институт. Они еще хотят... Где у нас изображение? Да, вот. Речь идет о террористовом изображении. Вот вверху баллометра, да. Его применение для так называемого радиовидения. Не можно, да? То есть это тоже поле большое и для обороны, и для безопасности, и для всяких применений. И инновационные фирмы. Вот создал, здесь краткая информация. Вот на институтах. По 217-му постановлению, мы в прошлом году создали две фирмы. Одна называется ИАФППТ. Занима года. Мы выпустили 100 таких машин. Поставили внутри России, Белоруссия, Казахстан, Украина. Который мы разработали на базе нашего института. Он состоит из пяти субпроектов. Это большой солнечный лесок, потому что все от солнечной стильности приливается. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, украсит ваш кабинет. Спасибо. Так, Витальдович. Ну а здесь, в преддверии съезда или встречи с активистами Единой России, альбомы о Камчатке, вы считаете, что это их портреты или мои портреты? Не бегают там вовсе. На самом деле. Спасибо большое. Так, это мы заберём, да. Мы всё, заберём вместе с письмами. Занимаетесь? Предлагаю сконцентрироваться скорее на проблемах. Но в любом случае, напомню просто, что происходило. Некоторое время назад мы начали создавать нормативную базу. Три года назад вступил в силу закон об инновационных предприятиях при вузах и научно-исследовательских институтах. Я подписал его в 2009 году. Не могу сказать, что он произвёл абсолютную революцию, но то, что он принёс пользу, я в этом уверен. Я надеюсь, вы это тоже мне сегодня подтвердите. После этого был целый ряд других решений, событий. Мы принимали специальные постановления. За это время было создано более 1600 инновационных предприятий. Кстати, 300 из них в Сибирском федеральном округе.